А эта машина известна мне более, чем остальным. На Сангьянгах я катался и имею право утверждать, что подлинные джиперские характеристики есть только у Рекстона и Кайрена. Кайрон хоть и относится к классу компактных Сюор, но он больше из них. И вы уж извините, что картинка хромает, просто она была переделана первыми кодеками. Да я бы забросил эти сюжеты, однако хамство хостингов заключается в том, что самое слабое звено у телевизоров это аудиодорожка. Поэтому, стиснув зубы, переделаем ради сохранения стопроцентного авторства. Хотя посмотреть-то есть на что, как автомобиль, разработанный Кеном Гренли, стал отрывом от привычного Сангьянг Муса. Да, дизайн Сангьянгов оригинален, но теперь есть от чего блевать, и от Ниссаны. К слову про движки. Они действительно мерседесовские, как и коробка Т-Троник. К сожалению, Кайроны с топовыми движками на Россию не поставляются. А это 2,7 XDI и 320 MPI. Только басяцкие двухлитровые Каманриловские дизельки и старые бензиновые 2,3. Но вот так он может и лазить, и прыгать. Главное достоинство же этого автомобиля – рама. Сам попробовал догнать охеревшу наглую девятку. Осыпалась только пластиковая морда. Машина осталась на ходу, а из девятки получилась АК. Ого, какой неплохой автомобиль сделали корейцы. Единственный геморрой – это запчасти. Машина даже в Корее не сильно распространена. Так что крепитесь и ездите поаккуратнее. Но что радует, так и то, что Кайрон в 2009 году даже принимал участие в ралли Дакар. Конечно, призов не отхватил, но с дизельным 2,7 доехал в 81-м. Что не каждому паркетнику, рекламируемому, как внедорожник по зубам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...